Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя. Закон Духа Жизни» или «Как жить в полноте служения». Приходит время, и Бог приводит нас каждого к своему плану и для нашей жизни. Когда дар Духа Святого переходит на всю жизнь в полноте, можно жить так, чтобы дары Духа Святого стали частью жизни и жить в законе Духа Жизни. Например, это как талант художника, дизайнера. Например, он может рисовать только для себя дома, может заниматься дизайном только на работе, а может и жить этим. У него все сделано в художественном стиле, и работа, и дом, и кухня в доме, то есть реализовать дар творчества не только на работе, а и в жизни. Так же и дар от Духа Святого. Можно заниматься детьми как детский служитель, только в церкви, можно воспитывать только своих братьев или сестер, а можно научиться, получить диплом педагога и чтобы этот талант стал благословением для других. Но есть, друзья, и ошибки, препятствующие жизни в Духе Святом. Это концентрация мыслей на грехе. Концентрироваться лучше над Словом Божьим и просто размышлять над Ним. Сколько? Сколько есть времени. И чтобы не путать мысли. Вообще существуют три голоса мыслей. Это человеческий, то есть свой, сатаны и Духа Божьего, которому нужно и отдать время. А Святой Дух поможет вам найти и развить его дар в вашем служении и жизни. И не только найти, но и применить так, чтобы приносить плоды в жизни. Закон Духа Жизни. Есть одна ошибка, препятствующая жизни в Духе Святом, то есть закон греха и смерти. Есть одна ошибка, препятствующая жизни в Духе Святом. Это когда мы постоянно ищем оправдание пред Богом. Чувствуем свою вину перед Ним. Ищем в своей жизни грехи и концентрируем на них все свое внимание. Это вроде и благое, но и это неправда, друзья. Сейчас, чтобы оправдаться пред Богом, необходимо искать Духа Святого и делать то, что Он говорит. Дух Святой и Его дела – это и есть исполнение закона, наша святость, наша праведность. Вера, друзья, а не размышление над грехом делает нас праведными. Как написал апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава, 5 стих. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестиво, вера вменяется в праведность. Концентрация на собственных грехах и смаковании их уводит от познания Бога, Духа Святого. Например, вы прогневались. Да, вы согрешили. Чувствуете вину перед Богом. И сатана будет вас вести к самоуничижению, чтобы вы считали себя недостойным Бога Отца. Ну ладно, вы покаялись. И тут самая большая опасность, друзья мои, искать еще один грех, который привел вас, допустим, к этому гневу. Эта цепочка поиска никогда не иссякнет. Но и не получится сконцентрироваться на законе Духа Жизни и на Духе Святом. Например, у вас в дне есть 4 часа на чтение и размышление над Словом Божьим. И вы с благими намерениями ищите грех в себе и проводите 4 часа не в чтении и размышлении над Словом Божьим, где вы могли бы получить Слово от Отца Небесного, а в размышлении над грехом. Друзья, чем больше вы размышляете над грехом, тем больше шансов, что вы его опять повторно сделаете. Сделайте и скажете, опять согрешил, опять покаетесь и опять поиск размышления над грехом. Друзья мои, это замкнутый круг, из которого невозможно вырваться, и это петля. Это ловушка для нашего разума, из которой мы можем не вырваться до конца нашей жизни. Почему так говорю? Потому что вижу. Концентрируйтесь на Духе Святом. Концентрируйтесь над Словом Божьим. Просто возьмите, откройте Библию, или если просто идете дорогой, попросите Духа Святого, чтобы Он дал вам стихи из Библии. И просто размышляйте над ним. Сколько? Сколько есть времени. Слово Божье и размышления. Размышления над Библией. Не тратьте свою жизнь на грех, а потратьте свое время на Бога. Чем? Через размышления мы начинаем быть более чувствительны к Духу Господнему и начинаем распознавать Его голос. Три голоса в мыслях. Вообще существует три голоса мысли. Это человеческий свой, Духа Божьего и Сатаны. Человеческий голос – это когда мы начинаем мечтать о себе. Не просто мечтать с целью какой-то, то есть это планирование и так далее, а просто фантазировать. И мы можем так мечтать, что так, что это далеко уходит от реальности. Тут как бы и не очень плохо, но это же не грех. Но время потеряно, и это никогда вполне может не произойти. Здесь усилий, концентрация не нужна. Мечты о себе приходят быстро и бегут легко, потерянное время. Голос Сатаны – это когда мысли направлены на грех, угождение плоти. Это вполне может привести к греху, хотя это и есть грех. Размышления, смакования греха в мыслях – это и есть грех, друзья. И даже если физически мы не сделаем того, но потерянное время и раненый ум, и ваша душа будут опустошены. Здесь Сатана будет иногда подкидывать мысли, как бы извне, то есть они не будут ваши, и здесь концентрация тоже не нужна. Плоть будет сама подталкивать. Потерянное время. И Духа Святого – голос. Здесь нужно обязательно помолиться. Дух напомнит место из Писания, и нужно сделать усилие, сконцентрировать мысли. Но это в начале, после Духа Святой будет вести вас по Библии сам, и откроет много интересного. Это и есть откровение. Вы начнете быть более чувствительны к Духу Святому. Научитесь лучше слышать Его. И когда начнем делать то, что говорит нам Дух Святой, то это и есть наше освящение, и будем более похожи на Иисуса Христа. Дух Святой будет помогать в жизни. Дух Святой будет не только вам рассказывать об Иисусе Христе, но и помогать в жизни. Освящать, изменять изнутри, будет подсказывать, от чего нужно избавиться. Например, ненужные привычки, некоторые дела, которые мешают. Мешают лично вам и с вашими взаимоотношениями с ближними, с семьей. Дух Святой будет вводить в закон Духа жизни. Постепенно, все больше и больше ваша жизнь будет изменена и наполнена Богом. Как сказал наш Господь в Евангелии от Иоанна 14 глава 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Святой будет вести вас по жизни. Он может учить, подсказывать, как поступать в различных ситуациях. Дух Святой поможет найти и развить, реализовать Его дар в вашем служении и в вашей жизни. И не только найти, но и применить, чтобы приносить плоды. Когда мы будем делать то, что нам говорит Святой Дух, Он нас может привести в такие места жизни, о которых сейчас вы и не думаете. То есть даже на ум не приходит. Но в этих местах вы будете с Богом, и в это место вас приведет сам Бог. И будете служить людям другим, своими дарами и талантами. Прославлять Бога своей жизнью, укреплять церковь, и это будет очень интересная жизнь, друзья. Жизнь, ведомая Духом Святым, закон Духа жизни. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово Откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.